Итак, сегодня на обзоре блок питания Thermaltake SPS530M. Это блок питания дает 87% КПД, имеет активный фильтр помех, ФПС, ПФС, точнее, европейская розетка. Здесь технологическое его преимущество, он модульный, и самая прелесть его, естественно, в цене. В России сейчас он на июль 2015 года, когда доллар по 57 рублей стоит 3200 в розничных магазинах. Может быть, мне попалась просто супер-мега-акция такая, но здесь я покажу вам по Яндекс.Маркету, как цены распределяются. Три года на него гарантии. Параметр самый интересный, у него... Так, где-то я видел. Распределение в этажей. Да, вот это самое интересное, что он выдает по 12-ти вольтовой линии, аж 41 Ампер. То есть, почти вся мощность 530 общая, 492 он может выдать по 12-ти вольтовой линии. На все остальные, на 5,3,3 110 Вт. Имеет он в комплекте 24-пиновый кабель, 4х4 пина, коннектор, 6 плюс 2 пина, 5-пиновых высота 6 штук. Кстати, вот таких 8-пиновых для видеокарт 2 штуки. 4-пиновый периферий старая, 3 коннектора и даже для флоппи 4-пиновый 1 коннектор. Что ж, посмотрим, что там в комплекте. Инструкция с мануалом. Официально поставляется, должно быть и на русском языке, я так подозреваю. English, Deutsch, Франция, Испания, Италия, Португалия, Китай, Русский. Это хорошо. Это всё по-честному. Так, модульный. Он-то модульный, но как и все дешёвые модульные модели, он не полностью модульный. Какая-то часть кабелей уже присоединена насмерть. Это 24-пиновый коннектор, 4-пиновый и 8-пиновый. Тоже для питания процессоров на материнских платах. Так, посмотрим, сам блок-то. Smart SE серия у него. Modus, кверх ногами, Moes, SE. Что-то странное уже. 87% эффективности. Большой вентилятор у него 14, ну, 13,5 см. Включатель. Здесь схемка, как чего подключать. Выдавленная надпись Thermaltake. Ну, и здесь краткие характеристики также. Да, они повторяются. Медленчина, как и всё сейчас. Есть вот такая сумочка нарядная, в котором комплект кодирует. Не продумал аккуратное открывание этого пакетика. Итак, 4-пиновые старые Molex. Так, это блок питания, я так понимаю. Здесь 3 Molex и 1 флопиковый. Так, это 6-пиновая для видеокарты. Она подписана PCI-Express. PCI-E. Это блок питания. Так, это SATA 2 коннектора. Ещё SATA 2 коннектора. И видеокарты ещё один 6-пиновый. Что-то здесь ещё есть. В комплекте уже с менее варварски открываемым пакетом. Есть очень фирменный блок. Кабель питания 220-вольтовый. Честно говоря, ничем не отличается от всех остальных. Никаких термалтейковских лыбов. Так, я не вижу. И стяжки. Стяжки 4 штуки. Фирменные термалтейковские. И вот такой поролон. Самая ценная. Бонусный поролон. Вот, в принципе, и всё. Хороший блок питания. Очень недорогой. Термалтейк брендовый, стало быть. Возможно, не лучший бренд. Кто-то хвалит Корсары, кто-то Кулермастер, кто-то ещё что-то. Но всё-таки это бренд, которому можно доверять и который даёт 3 год гарантии. 530 ватт достаточно для, скажем, 970-й видеокарты плюс 4-х ядерной i5 с головой. Достаточно. Чуть больше 100 ватт. Даже в небольшом разгоне процессор i5 будет. И меньше 200 ватт видеокарта. Вся остальная периферия там и сотни наберётся. Итого видюха и проц 350 ватт. Здесь 530, стало быть, с большим-большим запасом. Этого хватит на почти топовый компьютер, даже с разгоном. У на 980 Ti тоже достаточно. Но уже не будет такого глубокого запаса. В принципе, 530 ватт сейчас достаточно для среднетоповых компьютеров, с запасом которого достаточно на продолжительное время работы, так как блоки питания имеют свойство даже брендовые терять с годами частично свою производительность. Подсыхают кондёры. Всё-таки тут электролиты используются большущие. Вот и всё. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все ссылочки внизу в описании, где можно это приобрести. Кстати, ссылка реферальная. Мне капнет, если вы по ней сходите 5 копеек или там даже 15. Помогайте проекту. Спасибо. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА